Никита, давайте сделаем этот день еще лучше. Сыграйте, пожалуйста, что-нибудь. Католическая церковь в Манхэттене на Парк Авеню. Именно здесь мы встретились с молодым, но уже известным на весь мир пианистом из Москвы Никитой Галактионовым. Он сбился со счета, сколько раз уже был в Америке на гастролях. Но вот в этой церкви в центре Нью-Йорка не играл никогда. Нью-Йорк – город музыкальных возможностей, говорит Никита. Здесь каждый день проходят десятки концертов. От современных постановок на Бродвее до исполнения классических симфоний в Карнеги-холле. Что для музыканта значит сыграть свой концерт, причем сольный концерт в Карнеги-холле? Я очень и очень горд и счастлив от того факта, что уже получается 6 лет. Мне в этом зале есть место, и что меня опускают, и меня считают достойным того, чтобы я мог присутствовать. Все великие музыканты мечтали и мечтают попасть на сцену концертного зала Карнеги-холла. Здесь пели Фрэнк Синатра, Лайза Минелли, пел Пласиба Доминго и играл Мстислав Ростропович. Именно здесь нью-йоркским симфоническим оркестром дирижировал сам Петр Чайковский. А теперь играет 26-летний Никита Галаксионов, пианист из России. Каково это, когда твоя афиша висит на здании Карнеги-холлы? Я скажу, очень просто приятно. Приятно? Приятно, конечно. А заслуженно? С одной стороны, не мне судить. С другой стороны, учитывая, что если я тут столько раз, мы не дозволяли здесь оказаться, ну, значит, наверное, тогда заслуженные. А есть какие-то любимые места в Нью-Йорке? Мне, как жителю Нью-Йорка, хочется от вас добиться все-таки, может быть, какие-то местечки любимые? Хвалебных слов каких-то. Хвалите Нью-Йорк, хвалите. Ну, центральный парк, безусловно. От Карнеги-холла до центрального парка всего пара улиц. Здесь Никита начинает рассказывать, как же в его жизни появилась музыка. Я начал заниматься этим рано. В четыре года тяжело принять подобное решение, поэтому его за меня сделали родители. Был момент о том, что я говорил, что это не мое. Были моменты, когда я говорил, что все это нужно бросать, мне нужно искать свой собственный путь. А потом просто я узнал себя. По словам Никиты, классический пианист в наше время – большая редкость. В эпоху социальных сетей стать популярным можно очень быстро, просто выложив кавер на популярную песню в приложении ТикТок. И поэтому порой сложно объяснить начинающему пианисту, что такое классическая музыка. Музыка – это же не только профессия, это же не только навык, который ты применяешь в конкретное время, в конкретном месте. Это мировоззрение, это способ восприятия. Музыка же идет с нами, в общем-то, постоянно. Поэтому я считаю, что если есть такая возможность, если ты понимаешь, что ребенок это благодатно воспринимает, и на него это ложится, ему это по нраву, я считаю, что это только зеленый свет и вперед. Дальше это может вырасти в серьезное увлечение, это может вырасти в профессию. Или же просто с человеком это останется навсегда, и он будет благодарен за то, что в его этой жизни есть. Один из любимых композиторов Никиты – Петр Ильич Чайковский. Как оказалось, он нравится миллионам слушателей во всем мире. Чайковский стал абсолютным лидером среди российских музыкантов у пользователей музыкального сервиса Spotify. В честь этого сервис даже разместил баннер на Таймсквере с изображением композитора. Безусловно, это приятно, безусловно, приятно, что люди открывают для себя, что такое русская культура, русская классическая культура, русское искусство и русские классические композиторы. Правда, в этот раз Никита играет в Нью-Йорке Бетховена. И послушать молодого пианиста приходят как русскоязычные жители Нью-Йорка, так и американцы. Американский слушатель более непосредственен, менее искушен и оттого все более живо воспринимает. С другой стороны, отсюда получается, что для того, чтобы его впечатлить, меньше нужно и меньше стараний на данный момент. Российский слушатель постоянно погружен в эту культурную среду, он более искушен, он более холоден. И, безусловно, для того, чтобы запомниться русскому классическому слушателю, нужно приложить гораздо больше усилий, потому что у него очень широкий выбор. Если говорить, например, про Москву, то они постоянно посещают концерты, и ты должен действительно дать что-то прям вау для того, чтобы тебя запомнили. На вопрос, хочет ли Никита переехать когда-нибудь в Америку, пианист категорично отвечает «нет». Но с пониманием относится к коллегам, которые решили эмигрировать. Безусловно, отток мозгов – это достаточно печальная история. И, безусловно, я понимаю, что многие даже обоснованно считают, что Америка – это страна возможностей. Но при всем при этом я считаю важным такую вещь, что куда бы ты ни шел, ты везде берешь с собой себя. И еще есть такая вещь, что даже если ты приезжаешь куда-то, ты все равно приезжаешь в уже определенный уклад, у уже определенных людей, которые в первую очередь занимаются своими проблемами. И ждать каких-то фантастических чудес от переезда, я считаю, не стоит. Но чудес можно ждать от концерта Никиты Галактионова, а также от администрации Карнеги-холла. Там, несмотря на ситуацию с пандемией, сделали все, чтобы пианист из России смог выступить в этом году на их сцене. Ну, есть ощущение, что, возможно, для них это какой-то мостик к их прошлому, к тому, что они хотят сохранить какую-то память о том, как это было на их, получается, предыдущей родине, в стране, в которой они жили. Так что, если люди благодаря мне находят что-то, что в них вызывает теплые чувства и какую-то вот эту вот светлую гроздь, и я ее считаю положительным чувством, то это хорошо. В Нью-Йорке существует шутка про Карнеги-холл. Якобы пешеход остановился на перекрестке 57-й улицы и 7-й авеню и обратился к известному скрипачу. Он не знал, что это знаменитый музыкант. Он спросил его, извините, не подскажете, как добраться до Карнеги-холла? На что скрипач ответил ему, подскажу, практика. Ольга Кошелева, Алексей Логайский, Александр Ковалев, RTVI, Нью-Йорк. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова